Во время пандемии одними из первых на себя принимают удары медицинские учреждения и врачи, которые находятся на передовой в борьбе против опасного врага. Круглосуточно на страже здоровья людей и спасения жизни медики, давшие врачебную клятву. Карачао-Черкесская республиканская клиническая больница 16 марта находится на особом режиме готовности. О том, что сейчас происходит за стенами лечебного учреждения и как налажена работа медицинского персонала больницы в период борьбы с коронавирусом, расскажет Фатима Даурова. С момента начала реализации мероприятий по борьбе с эпидемией в республике были определены медицинские учреждения с разными задачами. Те, что будут заниматься пациентами с коронавирусом и подозрением на его наличие, и те, что будут работать в плановом режиме. Это туберкулезный диспансер, изолированное здание, которое абсолютно соответствует всем требованиям. Это городская больница, которая должна была, как коммунарка, взять на себя весь дифференциальный процесс, то есть уточнение диагноза, установку диагноза, выявление, и то есть все вирусные пневмонии должны были пойти туда, и инфекционная больница как изолятор, ну и плюс резервные учреждения, которые потом должны подключаться к процессу. И тогда же сразу чётко было сказано, что должны остаться те учреждения, которые обеспечат нормальное существование республики и оказание помощи пациентам в обычном ритме со всеми остальными заболеваниями. Это родильный дом или перинатальный центр, это республиканская больница, это онкологический диспансер. И вот с этого момента Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница заработала в особом режиме готовности к чрезвычайной ситуации. Усилили санитарно-эпидемиологический режим. Вход в больницу только через турникет и после дистанционного измерения температуры. Санитайзер и бахилы в обязательном порядке. Стационарные больные проходят только по пропускам, термометрией и по записям в журналах. Мы обеспечили свои приёмные отделения пульсоксиметрами, средствами защиты, защитными костюмами. Причём защитными костюмами многоразового пользования, которые нам удалось успеть приобрести до подъёма ажиотажа, и более того, мы даже 100 костюмов многоразовых отправили в те учреждения, где в тот момент были перебои в тот же ТОП диспансер инфекционной больнице, некоторые другие учреждения. И вот в таком взаимодействии мы, в общем-то, сейчас все и продолжаем работать. Весь персонал прошёл специальную учёбу именно по работе с коронавирусной инфекцией. Врачи готовы к такой работе и оснащены всеми необходимыми защитными средствами. Укомплектованы костюмами, перчатками, очками, респираторами. Но, по словам главного врача больницы, есть и другие проблемы, не связанные с готовностью медперсонала. Это пациенты, которые привыкли обращаться в республиканскую больницу, минуя все свои местные медучреждения, и ждать помощи именно от нас, говорит Ирина Гербекова. Поступают пациенты, мы оказываем экстренную помощь, по жизненным показаниям не можем не оказать эту помощь. Но выясняется, что у этих пациентов потом подтверждённый положительный диагноз на ковид. Поступил пациент в тяжёлом сопоре, в коме практически. Ему помощь оказали, потом у него выявили пневмонию, ещё пока уточняли диагноз, ему пришлось лежать в нашей реанимации. И потом только мы его перевели в топ-диспансер, он, слава богу, поправляется, но нам пришлось закрыть учреждение отделения на карантин. Такие же ситуации возникли в других отделениях. Ну вот, в неотложной кардиологии, то же пациент, который даже не знал, что он болен, пролечился, ушёл. До поступления к нам он был где-то на каких-то похоронах или с кем-то контактировал. И получилось, что несколько человек в отделении контактные с ним и тоже должны наблюдаться. Тоже мы вывели их всех. Они все у нас на самоизоляции, наблюдаются, отделение уходит на карантин. В отделении остаются те больные и здоровый персонал, который будет дальше налечивать этих пациентов. Отделение переведено на карантинный режим работы. При этом паузы в оказании медпомощи другим пациентам нет, утверждает главврач. Маршрутизация больных разных профилей отлажена. Это не очаг инфекции или очаг заражения и прочее. Это чистые пациенты, чистый персонал. Просто отделение работает в режиме карантина. Туда не поступают другие пациенты. Мы проводим там дезинфекционные мероприятия и долечиваем этих пациентов. Мы для того, чтобы не прервать работу, открываем подобные же отделения в других местах. То есть у нас есть реанимация сейчас, которая на карантине. И рядом открывается реанимация, которая чистая и в которую эту помощь будут оказывать. На месте в лаборатории больницы было произведено около 300 исследований на наличие вируса у медперсонала. Защита медработников, а также их пациентов стоит в приоритете. И вот выявлено буквально несколько человек. Они все в хорошем состоянии. Все, кого мы отправили на самоизоляцию, те, которые контактировали с ними, мы уже перестраховываемся. Они у нас все по домам. Мы со всеми на связи. Каждый день мы выясняем, как самочувствие. Два раза в день звонят заведующие, прозванивая я. Если нужны какие-то медикаменты. Но ими занимается поликлиника. Но мы тоже подстраховываем, чтобы это все было выполнено. Ограничительный режим в реанимационном отделе продлится до 27 апреля. А в отделении урологии до 29 числа этого месяца. Таким образом, уже на следующей неделе они возвратятся к обычному режиму работы. Фатима Даурова, Вести, Карачаево, Черкесия.